Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы пристаем к обзору караван Адрия. Это полноценное четырехместное размещение с французской кроватью. Караван 2002 года выпуска, стоимость его 690 тысяч рублей. Караван у нас оснащен солнечной панелью. На караване установлена маркиза, причем что маркиза с комплектом стен. То есть это по сути своей очень быстро возводимая палатка. Она со стороны входа, вот она, огромная солнечная панель на этом караване. 502 модификация, 5-метровый модуль с п-образным диваном в передней части каравана. Очень интересный вариант европейского каравана, если вы предпочитаете именно европейскую вещь. Сцепная головка, это Вестфалия, вот с таким вот обжимным цилиндром. 13-пиновая розетка. Работа, наличие 13-пиновой розетки позволяет вам использовать холодильник от 12 вольт в пути, что немаловажно. Но сегодня опять очередная жара и нету покоя. Сегодня разгрузка. Движение идет вовсю. Багажничек у нас подразумевает установку двух газовых баллонов. Есть место под них. Газовый редуктор, газовый шланг. Запасное колесо установлено здесь же. То есть достаточно большое место для хранения каких-либо принадлежностей. Помимо установленной маркизы есть возможность установки палатки. Ну вот, маркиза на самом деле очень легко снимается. При транспортировке она была снята. Очень быстро ее поставили на место. То есть караваны пришли в полуприцепах, поэтому пришлось снять. Никакой проблемы это не составило. Очень удобная штука. Все ключи на месте. Закладная для палатки-тента есть и со стороны обратной от входа слева по ходу движения. На караване установлен собственный бак для воды. Караван у нас на литых дисках. Доступ под французскую кровать. Здесь очень много всяческих аксессуаров, касаемых маркиз, палаток и так далее. То есть мы это все будем разбираться по факту уже. Такой вот караван с зелеными окошками. Давайте посмотрим, что у него внутри. Традиционная такая шторка на входе у европейских караванов. Ручка, она же замок дополнительный. Давайте посмотрим, как это выглядит изнутри. Итак, в передней части каравана у нас расположился П-образный диван с достаточно большим столом. Интересные фасады с вставками из темного такого дерева. Вот они, фасадики. Окошки у нас и с москитными, и с фольгированными шторами. Вот они, москиточки. Плюс сохранены все интерьерные шторы. Очень удобно. Французская кровать в хвосте каравана. Есть у нас доступ и отсюда. Но опять же, повторюсь, под диваном очень много всяческих аксессуаров, касаемых палаток. Так, санузел у нас комбинированный с душевой левечкой. Унитаз Тетфорд. И здесь у нас используется вот такая вот магнитная дверка. Сейчас закрою ее. Вот таким вот образом это все происходит для принятия душа. Достаточно большая раковина в зоне французской кровати у нас расположилась. Есть подсветочки, все, крючки для верхней одежды, полотенца. Все, что доктор прописал. Плюс есть дверь по принципу шкафа-купе. Она закрыта вот таким вот держателем. То есть можно закрыться. Здесь жалюзи. То есть опять же можно и закрыть окошечко, чтобы любовь и голуби получились прямо с доступом. Интегрированная кухня. Достаточно большая. Трехкомфорочная газовая поверхность с нержавейкой раковина. Повторюсь, насоса по традиции мы не видим, потому как караван оснащен собственным баком для запаса воды. Снаружи стоит такая специальная открывашка, она же заливная горловина. Место для хранения всяческих кухонных принадлежностей. Также караван оснащен духовкой и, конечно же, холодильником. Холодильник с большой морозильной камерой. Это электролюкс. Работает он от электричества 220 вольт. Вот газа. Газовая часть с механической пьезой. Замечательная, то есть даже ненужная электричество для того, чтобы ваши продукты остались в сохранности. То есть необходимо наличие газа, безусловно, в баллонах. И вы будете уже с нормальными продуктами. Тухимся мы отопителем Трума Ультра Хар. Он у нас с раздувом. И вот с таким смесителем воздуха. Вот этот смеситель, что он делает? У него заслоночка стоит. И подогреваемый воздух не только, грубо говоря, там крутится внутри каравана. А он, именно отопитель, берет воздух снаружи каравана, чтобы была циркуляция свежего воздуха. И тем самым дышалось гораздо легче. Такие створки шкафа. Перегородки. Вот эти полочки. Это, конечно же, хендмейт. То есть это можно убрать, если нужна перегородка для верхней одежды. Но, как правило, в бушные караваны люди уже сами осознали, что нужно, что не нужно. Большая, хорошая солнечная панель стоит на крыше. Сейчас попробую вам ее показать еще отсюда. Я думаю, что вы спокойно увидите. Вот они. Вот такие вещи. Вот она, солнечная панель. Солнечная панель на 100 ватт. Так, сейчас мы закроем и забаррикадируемся. Плюс 32. Очень жарко сегодня. Ни в Панаме, ни в очках. Это просто нечто. Но могу сказать, что все-таки как бы не хотелось. Но караван это сэндвич и в нем достаточно комфортно. То есть не так плывешь, как на улице. Потому что все-таки это такая, судя по всему, технология изготовления стенок. Пенопласт, что там утеплитель. Но вот только открываешь окно, сразу гуляет свежий воздух. И находиться в нем достаточно комфортно. Ну, по традиции, конечно же, европейцы, в отличие от британцев, имеют некие другие фасады. То есть здесь настоящая досочка. Куча места для хранения всяческих принадлежностей. Другие абсолютно фиксаторы держателей ящиков. Караван, безусловно, интерьерный и достаточно вместительный. Ну, много сегодня не будем говорить. Честно, пожалейте, меня очень жарко. Но, в принципе, по общей картинке я думаю, что и так все понятно и все ясно. Это Адрия 2002 года. С солнечной панелью, с маркизой. С таким красивым модулем кухни. Стоимость его 692 тысячи рублей. Караван в наличии. Смотрите у Юлия в инстаграме Авточвест Псков анонсы наших будущих обзоров. На сайте авточвестпсков.ру вы найдете точную информацию о том, что есть и по каким ценам. Ну и, конечно же, на нашем канале на YouTube обзоры всего, что у нас есть. Благодарю вас за просмотры, за обратную связь. До новых обзоров и встреч у нас на площадке.